МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существует мнение, что на протяжении жизни человек теряет зрение дважды. Один раз, когда влюбляется, а второй, когда стареет. В первом случае медицина бессильна, а со второй ситуацией будем сегодня разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже, наверное, поняли, главной темой нашей сегодняшней программы является снижение зрения и способы решения этой проблемы. Впрочем, говорить мы будем сегодня не только об этом. Лазерная коррекция зрения – плюсы и минусы. Лазерная коррекция зрения – это весьма эффективный вид операции, который может улучшить зрение до 100%. И кому противопоказана такая операция? Беременность и период лактации. Это хранить воспалительные заболевания глаз, глаукома, это кератоконус. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем более детально приступить к рассмотрению нашей сегодняшней темы, предлагаю посмотреть небольшой сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в диалоге о здоровье несколько интересных фактов о зрении в целом и человеческом глазе в частности. В среднем вес одного глаза составляет примерно 7 граммов, а диаметр глазного яблока практически одинаковый у всех здоровых людей и равен 24 миллиметрам. Все дети рождаются с серо-голубыми глазами. И только спустя два года глаза окончательно приобретают свой настоящий цвет. Кстати, доказано, что самый редкий цвет глаз – зеленый. Только 2% населения земного шара могут похвастаться этим признаком. Примерно у 1% людей на Земле цвет радужки левого и правого глаза не одинаков. Данный признак называется гетерохромия. Причиной появления данной особенности радужки глаза является недостаток или же, наоборот, избыток такого пигмента, как меланин. Сегодня гетерохромия не исследована на все 100%, так что возможности утверждать о ее полной вредности или безопасности нет. А обладателям таких глаз стоит воспринимать его как свою уникальную отличительную особенность. В теории человеческий глаз способен различать 10 миллионов цветов и порядка 500 оттенков серого. Однако на практике хорошим результатом считается умение различать хотя бы 150 цветов, да и то после длительной тренировки. При том, что слезные железы у нас работают все время, плачем мы сравнительно редко. Женщины, например, плачут в среднем 47 раз в год, а мужчины – 7. Это происходит в 77% случаев дома и в 40% в одиночестве. Научно доказано, что человеку, который поплакал, становится лучше. Впрочем, если плакать повода нет, то лучше, конечно же, смеяться. Психотерапевтический эффект тот же. Ну а сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь. Швайликова Инна Евгеньевна, врач-офтальмолог. Здравствуйте, Инна Евгеньевна. Здравствуйте. Инна Евгеньевна, сразу первый вопрос. Я как человек много-много лет на сящее очки хочу у вас спросить, действительно ли лазерная коррекция может справиться практически с любым дефектом зрения? Да, лазерная коррекция – это удобный способ, безопасный и очень занимающий короткое время и восстанавливает зрение за короткий промежуток времени. Инна Евгеньевна, глаз часто образно называют передним краем головного мозга. Давайте немного расскажем нашим телезрителям о том, что же такое глаз, как он устроен и что такое близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Действительно так. Глаз – это не только передний отдел мозга, но и зеркало души. Глаз состоит из основных трёх оболочек. Это белочная оболочка, сосудистая и сетчатая. В нём имеется стекловидное тело, внутри которое заполняет объём глаза. Имеется роговица, которая обладает преломляющей способностью, и хрусталик, который также отвечает за преломление сред. То есть фактически картинка, то, что мы видим, формируется у нас в глазу благодаря тому, что изображение проходит через роговицу и хрусталик. Далее нервный импульс поступает в диск зрительного нерва, затем через сложную систему хиазма он поступает в затылочную область. Поэтому, грубо говоря, мы смотрим... Глазами, но видим затылком. Но видим затылком, поэтому иногда можем ошибиться в своих изображениях. Инна Евгеньевна, ну а что же такое близорукость, дальнозоркость и астигматизм? Наиболее распространённая глазная болезнь. Близорукость – это такое состояние глаза, при котором оптическая сила больше длины глаза. Поэтому фокус фокусируется перед сетчаткой. Дальнозоркость, наоборот, фокус фокусируется за сетчаткой. Поэтому близорукие люди плохо видят даль, поэтому носят очки для дали. А дальнозоркие люди могут носить очки как для дали, так и для близи, учитывая их особенности. Ну а что же такое астигматизм? Астигматизм – это такая клиническая рефракция, при которой могут сочетаться в себе как клиническая рефракция дальнозоркая, так и близорукость, или несколько точек фиксации. Инна Евгеньевна, ну, собственно, с анатомией, физиологией глаза более или менее понятно. Ну а какие существуют технологии, благодаря которым мы можем справиться с этими состояниями? Близорукостью, дальнозоркостью и астигматизм? Ну и самый простой и самый древний способ – это очковая коррекция, использование очков для коррекции. Далее – это использование контактных линз. Лазерная коррекция зрения сейчас активно используется, но и при тех состояниях, при которых лазерная коррекция зрения не может помочь, либо тем пациентам, которым она противопоказана, используется так называемая ленцектомия. Удаляется хрусталик и имплантируется новость с определенной оптической силой, которая уже помогает изменить данную рефракцию и довести вот это зрение человека до единиц. То есть фактически получается, что это искусственные очки, вставленные уже непосредственно в сам глаз? Так и есть. Инна Евгеньевна, ну а расскажите поподробнее о том, какие же существуют методы лазерной коррекции зрения? Ну для начала я расскажу, что такое вообще лазерная коррекция зрения. Все методики лазерной коррекции зрения, они основаны на основных трех этапах. Делается маленьким микротомом разрез роговички по эпители, либо по базальной мембране. Убирается этот лоск, затем специальным эксимерным лазером, либо фентосекундным лазером, все зависит от вида лазера. Делается специальная, так называемая, абляция, то есть подготовка роговицы, изменение в профиле роговицы, уже непосредственно той структуры, которая нам необходима. Затем этот лоск возвращается назад, и так как разрез очень тонкий, он не требует никаких наложений швов, никаких заживляющих процедур, поэтому просто лоск накрывается сверху и заживает самостоятельным путем. Существуют следующие виды лазерной коррекции зрения, это например ласик, суперласик, эпиласик, фемтоласик, также имеется трансферкам. У многих пациентов меня спрашивают, в чем же разница, но на самом деле разница это в выборе лазера и в выборе вот этого ножа, микрокератома. Когда используется вид ласик, делается маленький разрез микрокератома, также лоск отдаляется назад, и специальным лазером делается стандартная насечка. При суперласике уже эти насечки, они индивидуально подобраны для каждого пациента. При эпиласике, эта операция предназначена для тех людей, у которых очень тонкая роговица, и данный разрез делается очень тонким микрокератомом, которым нельзя использовать, например, разрез с большим толстым, более толстым ножом. И фемтоласик, это вид лазерной коррекции зрения, при котором разрез делается не микрокератом, а специальным лазером, и фемтосекундным лазером, и также насечки, подобранные под определенного пациента. ТрансФРК – это вид операции для тех людей, которые боятся всяческих разрезов, и поэтому воздействие лазера действует непосредственно сверху на эпители роговицы. Но данный вид операции, восстановительный период, немножко более длительный, так как воздействие идет на эпители, которые требуют более длительный период заживления. Инна Евгеньевна, а скажите, пожалуйста, вообще, насколько можно улучшить зрение с помощью лазерной коррекции, и можно ли вообще каким-то образом спрогнозировать результаты этой операции? Вообще лазерная коррекция зрения – это весьма прогнозируемый вид операции. Пациент, который приходит на консультацию для уточнения вопроса данного, он уже уходит с определенным ответом и уже знает на 100%, с каким результатом он уйдет. И лазерная коррекция зрения – это весьма эффективный вид операции, который может улучшить зрение до 100%. Практически 80% пациентов, которые обращаются с данным вопросом, они возвращаются, уходят со 100% зрением. Инна Евгеньевна, ну а сколько глаз нужно оперировать таким способом? Ну, однозначно, оперировать необходимо сразу оба глаза, в связи с тем, что разность диоптрии обоих глаз может привести к неприятным ощущениям. Например, разница в более 2 диоптрии и более может привести к головокружениям, неприятным ощущениям, к тошноте даже. Однозначно, необходимо оперировать лучше сразу оба глаза. А существует ли оптимальный возраст для выполнения данной процедуры? И вообще, вот, ну, говорят, что с течением времени зрение портится. Может быть, и нет смысла тогда делать лазерную коррекцию? Ну, лазерная коррекция зрения, она делается в возрасте от 18 до 45 лет. Это делается в связи с тем, что до 18 лет организм еще растет, и поэтому, так как и организм растет, может увеличиться и рефракция глаза, поэтому мы ждем где-то 18-летие. Но это не касается для гиперметропии и астигматизма, потому что она не зависит от возраста. Но после 45 лет начинаются такие изменения, как возрастная дальнозоркость или пресс-биопия, которая тоже может изменить некоторые моменты, поэтому мы рекомендуем делать лазерную коррекцию зрения от 18 до 45 лет. Инна Евгеньевна, а есть ли противопоказания к выполнению данной процедуры? Безусловно, есть. Это период беременности, период лактации, это воспалительные заболевания глаз, глаукома, это кератоконус, прогрессирующая близорукость. Поэтому каждому пациенту мы подходим индивидуально и необходимо до обследования. Бытует мнение, что эта операция достаточно травматична, что пациент достаточно долго жалуется на жжение в глазах, боли какие-то в глазах. Так ли это? Ну, операция, она нетравматична. Первые часы после операции действительно есть некоторый дискомфорт, есть небольшое ощущение жжения, может быть слезотечения, но данные симптомы, они через несколько часов проходят. Обычно на вторые-третие сутки уже пациент себя прекрасно чувствует и зрение восстанавливается уже сразу после операции. А может ли зрение опять ухудшиться после операции и вообще насколько долго наступает эффект от лечения? Зрение может ухудшиться после операции, но это бывает в исключительных случаях. Это чаще всего характерно для высоких степеней близорукости и идет возврат где-то от одной до двух диоптрий. И в этих случаях делается коррекция дополнительная зрения, что является второй операцией. Поэтому обычно это в течение полугода-года уже мы обращаем на это внимание. Мне неоднократно приходилось слышать о том, что после операции лазерной коррекции зрения глаз становится очень уязвимым к внешним воздействиям. Там, допустим, травмы, падения и так далее. Что по этому поводу думает современная офтальмология? Ну, безусловно, в течение месяца после операции необходимо себя беречь. Тяжелые физические нагрузки противопоказаны в течение первых двух недель. Необходимо ограничить посещение бассейна, сауны. Принятие солнечных ванн также мы рекомендуем ограничить в течение двух недель. Поэтому, в целом, данная операция абсолютно безопасна и не влечет никаких серьезных последствий за собой. Инна Евгеньевна, ну а что можно делать в послеоперационном периоде, а чего нельзя делать в послеоперационном периоде вообще? Как себя вести после этой операции? Ну, первые часы после операции вам, конечно, будет неприятно смотреть. Необходимо надеть солнечные очки, так как солнечный свет будет раздражать вам глаза, будет повышена реакция на свет, будет проявляться слезотечением и непосредственно дискомфортом в глазах. Лучше лежать после операции на спине, убирать отделяемое салфеточкой аккуратно, ни в коем случае нельзя тереть глаза. Нежелательно попаданием воды в глаза также. Необходимо капать капельки, которые рекомендует доктор для скорейшего восстановления структур. В течение месяца лучше ограничить посещение, ограничить посещение бани и бассейна. Принятие солнечных ванн в течение двух недель также нежелательное. Но в целом в течение двух-трех дней, где-то до семи, максимум до семи дней, вы можете вернуться к обычной жизни. Ну, судя по моему личному опыту, который пациенты приходят ко мне после лазерной коррекции зрения, на второй день после операции они уже сидят и за компьютером, и активно читают, и занимаются обычной жизнью, которую они вели до этого. Инна Евгеньевна, ну, а опасно ли вот вскоре после операции летать самолетом? Я имею в виду перепады там давления, нагрузок и так далее. Совершенно безопасно, так как данная операция не нарушает целостность глазного яблока, и тот вид операции, который делается при лазерной коррекции зрения, никак не повлияет на, точнее, давление никак не повлияет на состояние глаза. Хотелось бы еще вот какой вопрос уточнить. Все-таки про солнечные ванны. Бутует мнение, что солнце всегда полезно глазам. Вот все-таки после операции лазерной коррекции зрения, как правильно себя вести на солнце? Вообще желательно, конечно, планировать лазерную коррекцию зрения после отпуска, то есть уже когда вы принимали солнечные ванны, когда вы отдохнули и уже приехали и сделали. Но летний период не является противопоказанием для лазерной коррекции зрения. Ну, в течение, мы рекомендуем где-то в течение первых двух недель отказаться от принятия солнечных ванн, но обязательно носить солнечные очки. Очень часто, как и от обычных людей, так и от профессионалов-офтальмологов, можно услышать такую мысль о том, что после операции по лазерной коррекции зрения нельзя рожать. Можете ли вы успокоить женщин? На самом деле, лазерная коррекция зрения никак не влияет на беременность. Но мы рекомендуем после лазерной коррекции около года не планировать беременность, так как гормональные сдвиги, которые возникают у женщин в течение беременности, могут изменить именно рефракцию глаза, но не нарушить коррекцию зрения. Поэтому, если вы хотите сделать себе лазерную коррекцию зрения, ну, полгода, год подождите, а потом уже можете. Инна Евгеньевна, наша беседа уже подходит к своему завершению, и самое время дать нашим телезрителям несколько общих советов о том, как же сохранить свои глаза здоровыми. Чтобы сохранить свои глаза здоровыми, больше бывайте на свежем воздухе, употребляйте больше натуральных витаминов, делайте обязательно зрительную гимнастику, ну и получайте удовольствие от каждого насущного дня. Ну что же, Инна Евгеньевна, спасибо вам за советы, за содержательную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Инна Евгеньевна Швайликова, врач-офтальмолог, и мы говорили о лазерной коррекции зрения. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Продолжение следует...